АПОШНЯ ПАДЕЙ В ОБЛАСТІ У МАТЫРЯЛАХ КОРЕСПАНДЕНТА У ТОЛЕРАДУЮ КАМПАНИЮ ГОМЕЛЬУ СТУДЫЙ ПРАЦЁН НАТАЛЬЮ ИГНАТІНКА ВИТАЮ ВАЗ ГЛЯДІТЬЮ У ГЭТЫМ ВЫПУСКОМ ПАДЧАС ГОМЕЛЬСКАГА ЭКОНАМІЧНАГА ФОРУМУ ПЛАНУЄЦА ПАДПІСАЦЬ ІНВЕСТЫЦЫЙНЫЕ ДОКУМЕНТЫ НА СУМУ У АМАЛЬ ПЯТДІСЯТ МИЛЬОНАУ ДОЛАРАУ АКТУАЛЬНЫЕ ПРАБЛЕМЫ ЛЯСНОЙ ГЕНЕТЫКІ У СУЧАСНЫХ УМОВАХ АБМЕРКАВАЛІ СЁННЮ У ГОМЕЛІ ПО ВІКАВЫЙ ЮБІЛЕЙ АЗНАЧУ У КАЛІКТЫУ САНАТОРАЯ МАШИНА БУДАУНІК НА МАНЕЖЕ ГОМЕЛЬСКАГА ЦЫРКА СТАРТАВАЛА НОВАЯ ПРАГРАМА ШОУ ГІГАНТСКИХ ФОНТАНАУ ДІВНЫХ ГОРАД І БОЛЬШ ПАДРАБЯЗНА АБ ГЭТЫМИ НЕ ТОЛЬКІ На 14 ГОМЕЛЬСКІМ ЭКОНОМІЧНЫМ ФОРУМІ, ЯКІЙ ПРОЙДІ 19 МАЯ, ПЛАНУЦА ПОДПІСАЦЬ ІНВЕСТИЦЫЙНЫЕ ДОКУМЕНТЫ НА СУМУ У АМАЛЬ 50 МЛІНОВ ДОЛАРОВ У ПРИВАТНОСТІ ДА ПОДПІСАННІ РИХТУЦІЦЯ ДВА ИНВЕСТИЦЫЙНЫХ ДОГАВОРА И ШЕСТЬ ПРОТОКОЛОВ АБ НАМЕРАХ ЯКІ ПРАДУГЛЕЧВАЮЦЬ РЕАЛІЗАЦЮ ПРОЕКТАУ У ПРАМЫСЛОВАСТІ, БУДАВНІЦВЯ, ГАНДЛІ И НЕКАТОРЫХ ІНШИХ СФЕРАХ ЯК ЧАКАЦІЦЯ У ДЕЛУ ФОРУМЯ ПРИМУЦЬ КАЛЯ 300 ІНВЕСТРАУ ЗАМАЛЬ 20 КРАИН СВЕТУ У ТЫМЛІКУ РОССІЇ, КИТАЇ, ГЕРМАНІЇ, АУСТРЫЕ ИХ У ВАЗІ ПРАПАНУЮЦЬ БОЛЬШЬ ЯК СТО ПЯТДІСЯТ ПРАЕКТАУ, ЯКІ ЗАКРАНАЮЦЬ ПЯТНАЦАТЬ ГАЛЛІН НАРОДНЫЙ ГАЗПАДАРКІ НА ДУМКУ СПЕЦАЛІСТАУ, АСАБЛІВЫЙ ІНТАРЭС УЯВЛЯЮЦЬ ПРАЕКТЫ, ДЛЯ РЕАЛІЗАЦЦИЯ ЯКІХ МОЖНА ВЫКРЫСТОВЫВАТЬ МЯСЦОВАЕ РЫСУРСЫ, УКЛЮЧАЮЩЕ СЕЛЬСКОГОЗПАДАРЧЮЮ ПРАДУКЦЦЮ, ЛЕС, БУДАВНІЇЧАЕ МАТРЫЯЛЫ, РОЗНОЕ ВИДЫ КАРЫСНЫХ ВЫКОПНЯУ Супрацовники Гомельской мытни конфисковали некальки парты религийных предметов. Выпадки нелегальной перевозки были зафиксованы у пунктах пропуску Новая Гута и Церуха. У першим з них грамадянин Российской Федерации на своим особистым автомобиле спробовал перевести предметы религийного культа у колькости больше, як 871-ок. Со слов мужчины, метой перемещения этих товаров была доброчинность, однако супрацовники мытни углядели у гэтым коммерцины на мер. У другим выпадку парты религийных предметов перевозили у технику поведомлением «Киев-Санкт-Петербург». А кроме особистых речев, неусталеванный пассажир перемещал иконы, православные крышики и иншие речи у колькости больше, як тысяча одинок. В первом случае стоимость составила более 7,5 тысяч рублей белорусских, во втором – более 800 тысяч рублей. В отношении граждан Гомельская таможня начат административный процесс по статье 14.5 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь. Протягиваем выпуск «Лесная генетика. Загадки на керунке развития». Сегодня в рамках Года науки у Гомеля обмерковали актуальность и беспечность отримания рослин с необходимыми для человека отзнаками. Проект «Навука и лес» реализует Институт лесу Национальной академии наук и Центральная городская библиотека имя Герцена. Перспективы микроклонального размножения проанализовал Олег Синцерову. Беларусь – лесная краина. Причим, починаючи с 1994 года, территория, занятая лесами, поэлечилась на 15%. У абсолютных личбах – это 1 миллион 300 тысяч гектаров. Инша справа, что не вся дравнина, пригодная для промыслового выкрыстания. А прича таго, часть колесов, майонезские господаршие характеристики, тени вельми устойливые до природных катаклизмов. Клонированием рослин с корыстными отзнаками сегодня активно займаются супрацовники Института лесу Национальной академии наук. Особливый гонор установы – фитопатогенный центр. Идея его створения надежит супрацовникам, которые сформулировали ответные пропановы в рамках республиканского конкурса «100 идей для Беларуси». Причим, состарелые модели псаливания вырешили не набывать принципово. Таким чином, четыре года тому тут заявился суперсучасный полногеномный секвинатор, который позволяет проводить доследования на узровне ДНК. То, что там делалось 300 групп ученых несколько лет, сейчас можно за несколько часов сделать на этом новом приборе. Этот прибор вообще здесь человек фактически не участвует. Единственное, надо подготовить пробу, которую надо проанализировать. А дальше все абсолютно механизировано. Вызначить некий один накерунок, каким занимаются генетики, немогчимо. Некто выросшивая древо, якея светится, их можно высаживать вздошь дорог. Есть на просумке по пересаживанию генов сосны Берузи, что полепшая якость ее дровнины. Сирот актуальных пытаний для белорусских навыковцев выросшивания древа с необходными для человека знаками. А так само повышение устойливости рослин до лесных шкодников и захворываний. Ситуация весьма серьезная. Усыхание ели и сосны плюс так званая эпидемия рака галин ясеня. Сегодня Беларусь страчивает значные объемы насаджений. Причем, когда не принимать терминовые меры, некоторые виды древа Украины может стратить на завсюды. Правда, заниматься выноходницам велосипедов ученые на меру не мают. Природа, кажут, уже сама продовлетела все варианты. Головное – знайти их и эффективно выкрасить. Гены, которые полезны были бы сосны, они могут встречаться у елки, могут быть у березы. Поэтому генетики, один из способов геноинженерии, можно некоторые гены у одних видов, которые природа наделила этими генами, можно перенести в другие виды. То есть это не является ничем страшным, просто это такой, опять же, элемент эволюции, который осуществляется человеком. Она просто немножко быстрее, и она бывает пугает обывателей, что это все происходит очень быстро и скоропалительно. Но на самом деле эти дела также могли протекать в природе, просто немножко побольше. На это потратили миллионы лет. Но человек это может сделать в течение одного-двух лет. Белорусские адвокаты проведут бесплатные юридичные консультации. На этот раз скористаться ими могут люди с инвалидностью, а так само семьи, которые выховывают детей с психофизичными особенностями. Бесплатный прием граждан адвокаты Гомельской области проведут завтра. Громадяне могут доведаться об своих правах и махчимостях, гарантованных законодавством. Завтра на базе областного центра гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья отбудется промая телефонная линия. На пытание Жихарова региона откажет галлоны Державный санитарный урадж Гомельской области Александр Тарасенко. Звернуться на промую линию можно с 9 до 12 годин. Телефон у Гомеля 75 48 51. На Гомельщине отбылась акция «Миру семьи, мир Украине», промеркованная до Международного дня семьи. Ее организатором выступило областное отделение Белорусского фонда «Миру» суместно с Кармянским райвыконкамом. Галлонными гостями свято стали шмадетные, приемные и молодые семьи, працонные династые, а так само пары, які прожили у шлюбе больше, как 30 годов. На мероприемство запросили и наших корреспондентов под рабязностью Вероники Ворошелиной. День семьи у мая святкуется традиционно. В сувесе с гетом Гомельское областное отделение Белорусского фонда «Миру» засновало акцию «Миру семьи, мир Украине». На свято у Карме запросили больше 200 же хоров с городского поселка и района. Головная мета – повышение престижа семьи. У фойе Кармянского районного центра культуры и вольного часу разместилась выстава «Хатни годованцев», яка для устрований бодай наибольшь распосудженных семейных интересов и захоплений. Собаки, коты, трусы, пацуки, попуга и новачарапаха. Кожный удельник этой живой экспозиции мкнулся представить своего четверохлапого сябра наибольшь оригинально. Вот это мой друг, мы с вами играем в разные игры. Я для него написал стишок. Мой Тихон – самый лучший барин, свой пыл и нрав по всему бавил, спокоен, горд, культура в обиходе. А раз так кратко говорят в народе, семья моя гордится им, шотландец-вислоухий, эксклюзив. Головными гостями акции «Миру семьи, мир Украины» стали семьи, в доме яких зауседы, пануя каханье, добробыт и взаиморазумение. Под часу рачистости яны отримали подяки и подарунки от областного отделения Белорусского фонда «Миру» и Кармянского района «Канкама». У ликозногороженных – шмодетные, приемные молодые семьи, а так само пары, которые прожили в шлюбе больше как 30 годов. Особная повага – працованным сельскохозподаршим и педагогичным днастам Кармянского района. Например, семья Глаздовских-Бондаровых наличивает уже три поколения наставников. Протягиваясь отказную справу, переважно представники жанушей линии, а огульный педагогичный стаж семьи складает 194 годы. Мы просто в семье живем этой профессией. Когда вместе мы встречаемся, у нас других разговоров нету, только разговоры о работе. Есть маленькая внучка 4 года, это тоже будет учитель, биолог, я так думаю, потому что вот тяга такая вот к растениям, тяга к животному, ко всему вот это у нее вот наблюдается уже в 4 года. По словах организаторов акции, проведение подобных мероприемств у Украины просто необходно. Семья Глаздов – это важнейшаяся роди для заховывания и передачи с поколения у поколения, культурных каштонностей и национальных традиций. И когда каждый человек их будет учиться шановать и поважать самого раннего взрослого, тогда и краина будет развиваться у правильного накерунка. Семья – это основа всему. Если семья будет дружная, будет крепкая, взаимопонимающая, в семье будет единство, согласие, значит будет мир. Поэтому я считаю, что проведение таких мероприятий очень важно и нужно проводить. Если мы это будем делать, мы какую-то долю внечем именно в стабильность между государствами, прежде всего в стабильность и безопасность нашей республики. Вероника Ворошилина, Максим Славин, телерадиокампания «Гомельск» Армянского района. По вековой юбилее, значит, у коллектив санатория «Машина-будовник», который находится в Гомельском районе. Чтобы повиншовать супрацовников со святом, наурочистое мероприемство завитало керавництво открытого акционерного товариства «Гомсельмаш». Санаторий «Машина-будовник» находится в судовном млявничном месте на березе старого речи Щеракисож в массиве «Змешанного лесу». Он открылся в 1967-м и вось уже на протягу 50-ти годов, примая гостей. Сегодня он займает годное место в санаторно-курортном комплексе «Гомельщины». Сюда проезжают наличные люди из разных регионов Украины и гости республики. Для многих «Машина-будовник» стал улюбленным местом отпочинку. Покольки тут зауседы рады гостям, поширают сферу послуг и полепшают якость. До юбилея тут открылась экостежка здоровья, новые медицинские кабинеты и мини-кафе. А кроме лячения, отпочивающих чекая насыщенная культурная и адукационная прохрамы. У святошный день у здравницы пройшел урочистый сход и концерт. Супрационники санатория за заслуги в развитии санаторно-курортной Галины и в связи с юбилеем установы отримали гоноровые грамоты и подяки. Конечно же, всех своих сотрудников, работников нашего санатория поздравят с этой замечательной датой. Пожелать им здоровья крепкого-крепкого, чтобы оптимизм у них, бодрости всегда была, душевный уют и тепло, которое они дарят нашим пациентам и нашим гостям. На манеже Гомельского державного цирка стартовала новая программа «Маляуничая ведовища», цирк-шоу гигантских фонтанов «Дзивный город» – это злияние трех стихий на одном манеже. Ганна Коральчук одной из первых увидела яскравое цирковое действие. За три года иснования цирковое шоу поспело побывать в России, Украине, Азербайджане, Венгры и Арабских Эмиратах. У Гомель артисты завитали в другой раз, але привезли абсолютно новую программу, якую до этого увидели только в Минске. В этом сучасном цирковом представлении задельничаны 25 тонн профессийных обсталявания, тысяча фонтанов и уникальный манеж-трансформер. Земля, вода и огонь сустракаются разом, как сдевить. У Гомель привезли соправдный шедевр дизайнерской и инженерной думки. Подчас шоу глядачы бачать трансформацию манежа от сухого давана до воды и фонтана у вышинёй 18 метров. Дополняют фантастичную атмосферу магутные лазерные установки и объёмный гук. На сборку и наладку такой конструкции потребно 5 дзён и 100 тонн воды. Однако янотаго варта. Вода, манеж сухой, видите, у нас могут работать животные и фонтаны. И в какой-то момент, пару минут и сцена сухая без воды. То есть вот как бы решили вопрос способом таким опускания и поднимания платформ. Более 700 форсунок, то есть это фонтанные форсунки, которые надо точно выставить. У программе шоу артысты запрашают нас завитать у дзивный город, где фонтаны изменяются бурливыми водоспадами и праливным дождом. На протягу усяго представления чаровный фонтан супроводжает усе церковые номары, створяющие дзивную атмосферу в саправдной казке. До речи, каждый номер – это не только труки, а и целая история. Тихо это будет девчина на люстраным шары, а жившая скульптура, альбо закаханая пара, якая хавается от дождю. Сама программа шоу вельми разностайная. На арене изъявляются поветренные гимнасты, акробаты, жонглеры, канатоходцы и пара веселых клоунов – Долли и Домино. Не обошлось и без дрессированных живел. Потешные малпы, собаки, мядведи и навод коты радуют глядачу своими сдольностями. Лепшие жанры церкового мастатства представляют заслуженные артысты России, лауреаты самых престижных международных церковых фестивалев. Произошло счастье, собрались друзья, единомышленники, поэтому у нас получаются действительно очень интересные, вообще интерактивные какие-то вещи. Сами знаете, что зрителя сейчас тяжело обмануть. Аппаратура аппаратурой, реквизит реквизитом, но все-таки самое главное, что в нашем шоу на этом великолепном авторском реквизите работают звезды. И мы очень тщательно подбирали тех людей, которые смогут работать в нашем очень непростом шоу. Цирки на воде уже не редкость. Однак шоу гигантских фонтанов «Дзивный город» – уникальный проект. Злучение водной фееры и классичных цирковых номеров – это складанный и небеспечный эксперимент для артыстов, которые не привыкли працовать у туманей и высокой вильготности. У этого и заключается разыночка шоу, якое можно увидеть на уластные вочи до 11 ноября на манеже Гомельского державного цирка. Ганна Коральчук, Сергей Лукашук, телерадоакомпания «Гомель». ГТ, а так сама иншая новина вы можете знайсти на нашем сайте у интернете. По адресе www.tvrgomel.by. Далее у эфиры «Спортивный огляд». З новинами спорта вас познайомить мой коллега Максим Савин.